МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы армян в Западной Армении. Представители беженцев из Арцаха готовятся к форуму ООН, который состоится 12 декабря в Женеве. Ситуация в Армении требует нашей решительной поддержки Борель. Европейский союз готов развивать сотрудничество с Арменией в сферах безопасности и обороны. В Архели. Однажды Шушинский музей ковров станет в Армении государственным и национальным. Законодательные выборы 2023 года. Избирательная комиссия Парламента Республики Западной Армении представляет официальный список кандидатов в депутаты Парламента Западной Армении на выборы 2023 года. Принимайте участие в выборах в будущий Парламент Республики Западная Армения. Заполните форму опроса и проголосуйте. Подтверждение вашего выбора за, против или я воздерживаюсь и правильная заполненная форма будет завершена нажатием клавиши «Отправить». Вы можете проголосовать только за, против или воздержался. Любые другие варианты будут признаны недействительными. Проголосовав, вы поддерживаете или отклоняете представлены списки будущих депутатов Парламента Западной Армении. Форма для голосования будет открыта с 8 утра 8 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года до 12 ночи. По случаю 19-й годовщины создания Национального совета Западной Армении Национальное собрание Западной Армении созывает заседание в ЗУМ. Встреча состоится 17 декабря 2023 года в 19.00 по французскому времени и в 22.00 по ирванскому времени на армянском и французском языках. Тема встречи – 19-е годовщина Национального совета Западной Армении и парламентские выборы в Западной Армении. Присоединяйтесь к встрече ЗУМ по указанной ссылке. В ночь на 2 апреля наступления, предпринятые азербайджанскими спецназовцами, были предотвращены и сорваны рядовыми солдатами. Один из солдатов Артур Агасян, старший боевой позиции, дислоцированный на севере Арцаха в направлении Талыша. Благодаря организованным действиям в результате ожесточенного боя бойцы спецназа противника Яшма были разгромлены и бежали. За совершенный подвиг 19-летний Артур Агасян награжден орденом «Боевой крест 2-й степени». Ранение получил Артюм Бадалян, который, будучи раненым, продолжал борьбу. Артюм Бадалян награжден орденом «Боевой крест 2-й степени». Остальные ребята позиции получили медаль за отвагу. Слава героям! Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. В начале 1918 года в Закавказе начинает активизироваться татарский элемент, который постепенно обретал политическую структуру, формировал свои партии и активно занимался созданием национальных вооруженных сил. Закавказские татары, азербайджанцы, воспользовавшись распадом Российской империи, активно сотрудничали с Турцией. Стремления азербайджанской общественно-политической элиты полностью совпадали с интересами турок. Татары Кавказа хотели отделиться от России. Среди событий 1917-18 годов важное значение имела конфискация оружия и вооружение у отступающей российской армии. После кровавых событий ямваря в Ганзаке и Шамхоре погибли тысячи россиян. Несмотря на то, что закавказское правительство выступило как единая сила, военно-политические и экономические интересы татар, грузин и армян противоречили друг другу. В начале 1918 года территориальные амбиции трех закавказских народов постепенно начали вырисовываться. Все находились в процессе создания государства и желали уточнить свои границы. Однако территориальное разграничение при царском правительстве проводилось не по национальному признаку, а по административному, в результате чего почти во всех регионах было смешанное население. По мере ухода российской армии начинаются столкновения между татарами и армянами. Татары хотели вытеснить армянское население из регионов, которые они считали границами своей государственности. Кроме того, они считали, что у них есть территориальные права в ряде населенных пунктов провинции Еревана. Закавказский комиссариат, а затем ИСЭМ не обладали достаточной властью и полномочиям, чтобы предотвратить столкновения. Полная статья об армяно-татарских столкновениях в Закавказе доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Журналист Маргарита Карамян задается вопросом, кто же все-таки поощряет действия Азербайджана. Почему руководитель этого террористического государства может обводить вокруг пальца даже сверхдержавы Россию, США и Евросоюз? В чем причина молчаливого согласия всех мировых акторов с откровенной геноцидальной политикой Алиева? Неужто все дело в экономических интересах внешних игроков? И действительно ли Азербайджан представляет из себя столь значимый экономический фактор, чтобы государства, строящие свою политику на международных конвенциях, правах человека, верховенстве закона, демократических ценностях, так грубо сами нарушали данные принципы? Карамян пишет, что Азербайджан умело подводит все свои гнусные, порой бесчеловечные действия под так называемые международные нормы и законы, чего никак не делала и не делает Восточная Армения. Возьмем хотя бы фактор беженцев. Начиная с 1988 года Азербайджан вместе с советскими, а теперь уже российскими войсками, насильственно изгоняет со своей территории всех армян. Казалось бы, лучшего козыря для Восточной Армении на международных площадках не могло и быть. Как это ни парадоксально, армянские власти всего периода независимости не только сделали все, чтобы фактор наличия в стране беженцев не стал частью национальной стратегии, но и методично создавали все условия, чтобы как можно больше беженцев приняли гражданство Восточной Армении. Покинули страну, либо ассимилировались и были бы приравнены к обычным гражданам Восточной Армении, без каких-либо особых привилегий. 12 декабря в городе Женеве состоится международный форум беженцев, в работе которого примет участие также делегация из Восточной Армении. По нашим данным, в состав делегации войдут также представители общественных организаций Арцаха. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече МИД стран Восточного партнерства заявил, что его первая встреча перед конференцией пройдет с министром иностранных дел Восточной Армении. Начну сегодняшний день со встречи с министром иностранных дел Восточной Армении перед заседанием Совета глав МИД ЕСЭ. Сложная ситуация во всех странах Восточного партнерства – Беларусь, Украина, а затем и Южный Кавказ. Это хорошая новость, что Грузия продвигается по пути вступления в ЕСЭ, но ситуация в Армении требует нашей решительной поддержки. Посмотрим, насколько мы сможем ее увеличить, заявил Боррель. Верховный комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели оставил запись в своем микроблоге «Икс», где отметил, что Европейский Союз готов развивать сотрудничество с Арменией в сферах безопасности и обороны. В рамках заседания Совета министров иностранных дел ЕСЭ я встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзуяном. Обсудили вопросы дальнейшего углубления наших отношений. «Мы заявили о нашем твердом содействии мирному процессу. Мы готовы развивать наше сотрудничество в сферах безопасности, оборонной, энергетики, связи и торговли». Несколько дней назад Оливер Вархели приветствовал соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном, в результате которого стороны договорились осуществить обмен пленными. Европейский чиновник написал, что ЕСЭ готов оказать дальнейшую поддержку обеим странам. Напомним, ранее официальный представитель ЕСЭ Пита Стану заявил, что Европейский союз не намерен проводить военные учения с Арменией. ЕСЭ не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕСЭ – это не военный союз, это политическое и экономическое сообщество ценностей», заявил Стану, добавив, что Европейский союз не планирует обучать армянских военнослужащих на территории стран-членов ЕСЭ. Экспонаты Шушинского музея ковров, о которых мы писали ранее, находятся на частной территории. Об этом заявил директор музея Вартан Асцатрян. Ковры находятся на частной территории, поскольку государственные органы не только отказываются предоставить помещения для музея, но уже и запрещают выставлять их в других государственных музеях. Раньше мне предлагали либо выставлять их в других музеях, смешав с другими экспонатами, без упоминания прежнего названия «Шушинский музей ковров», либо говорили, что не могут предоставить место, потому что шушинские ковры являются частной коллекцией. Такое высказывание из уст чиновников сферы образования и культуры недопустимо с моей точки зрения. Прежде чем говорить об этом, я бы порекомендовал им должным образом изучить историю создания музеев. Многие известные музеи мира созданы на основе частных коллекций, и данное обстоятельство не может являться причиной для такого рода запретов. Причина скорее кроется в том, что это противоречит политике нынешних властей, которые готовятся подписать мирное соглашение с нашими соседями. Азербайджану не понравится факт открытия музея Арцахских ковров на территории Армении, и нынешнее руководство нашей страны не может этого допустить. Однако времена меняются, а культурно-исторические ценности остаются, передаваясь из поколения в поколение. Шушинский музей отличается от многих музеев. Испонаты его уникальны тем, что имеют конкретную историю происхождения, о чем заявляли известные эксперты мира. Я написал множество научных работ на эту тему. Рано или поздно музей обязательно откроет свои двери на территории Армении и будет государственным и национальным. Мне искренне хочется в это верить. И в завершение новостей послушаем песню «Гэндак ворутац». «Гэндак ворутац» Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!